С японцами в последнее время что-то не так. Кентарами Ура умер, а из Crystal Lake ушел вокалист. Доброго времени суток, мои маленькие любители, вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. А сегодня тема нашего видео это Crystal Lake и то, как они ищут нового вокалиста, которым можешь стать. Кстати, и ты при соблюдении определенных условий. Мы сейчас об этом расскажем. Но чуть-чуть попозже. Но для начала просим вас, как всегда, подписаться на наш канал. Пройти по всем ссылкам в описании. Особенно взглянуть на наш Donate Pay. При возможности закинуть копеечку на Rollton. И получить кучу добра себе в карму. А еще самое главное записывайтесь на занятия через наш официальный сайт, через страничку ВКонтакте. И вообще, как только вам может быть удобно. Даже через почтового голубя. Да нет, нельзя через почтового голубя. А начнем мы с матчасти. Биография самих Crystal Lake. И что это такое? Crystal Lake была образована в 2002 году в Токио, Япония. Их первая демо Freewheel было выпущена в феврале, как раз к шоу в Корее. На котором они были приглашены GMC Records. Вторая демо One Word Changes Everything вышла в июне. А самостоятельно выпущенный четырехдорожечный EP, также озаглавленный Freewheel, был выпущен в сентябре тиражом 1000 копий. А вот в сентябре 2003 года Crystal Lake успели отстоять пять концертов в Японии с австралийской группой Day of Contempt. С мая по июнь 2004 года они гастролировали с Loyal to the Grave. После окончания такого тура группы выпустили сплит-альбом под названием Blood for Judas на CD и DVD. 29 апреля 2005 года группа выпустила свой второй сплит-альбом, как настоящая корр-группа с Ryzen и Unboy под названием Freeway Split. В феврале 2006 года они выступили с Independence D, а вот 5 июля 2006 года группа выпустила свой первый студийный альбом под названием Dimension на лейбле Imperium Recordings. После чего в 2007 году они выступили на Metal Presentation с австралийской группой I Kill The Prom Queen и Hate Breed. С тех пор они много где засветились, много где хайпанули, но настали темные времена. Ну как это и бывает, если группа становится мейнстримной, то они страдают от одного очень страшного недуга, особенно группы, которые образовались относительно не так давно. У них постоянно меняется состав. В 2011 году вокалист-основатель Кентара Нисимура покинул группу, а вместе с ним следом еще и ушел барабанщик Исуки Исихара. И уже летом того же 2012 года группа объявила о своем новом вокалисте, Редки Нашито. Конечно, помимо Рео они взяли себе еще и барабанщика Сосионову, который очень долгое время был Сосионом, но они его не так давно назначили постоянным. И тут понеслась новая волна успеха, и новые синглы, и более успешные продажи, и миллиарды, просто миллионы тысяч гидроколлекционов, всяких вот фитов и совместных туров. Это почетно, это круто. И, собственно, с этого момента можно сказать, что Crystal Lake стали реально на пике популярности. Но при этом были и звоночки. В 2015 году, 3 августа, было объявлено, что басист Исууки Катака решил покинуть группу из-за своей болезни. Но опять же, ребят из Японии это абсолютно не остановило, и они подписали контракт с Arttery Recordings США и GPU Records в Великобритании и Европе, и выпускают свой следующий, третий студийный альбом The Sign. Там потом вышел еще один альбом и работа над сом-треком Death Stranding, между прочим. Да-да-да, даже хитрый и умный казах Каджимбо тоже захотел поработать с Crystal Lake. Но вот ведь случилась незадача. В 2021 году группа выпустила свой очередной сингл с названием Curse, и тут немножко мистики, потому что Curse на английском это проклятие, а проклятие как раз-таки у Crystal Lake есть. Пока гастролирующие участники становились постоянными спустя овер дохрена времени работы с группой, от группы уходит Рео Киношито. Причиной он назвал то, что он имеет дело с болезнью, известной как расстройство адаптации, из-за которой ему трудно продолжать работу в группе. И этой болезнью он страдал в течение последних пяти лет. Чтобы вы понимали, расстройство адаптации это когда у тебя нездоровая реакция на какие-то обыденные вещи. Ну, например, закончилась ручка, а ты лицо разбил соседу. Когда у тебя может случиться депрессия даже просто из-за того, что ты рыгнул. С этим недугом как-то сложно жить, особенно в составе группы, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя постоянные туры, туры. После вроде бы как Юдай Миямото хотел взять на себя вокал, одновременно исполняя обязанности соло-гитариста Аки Алекси Лайха «Царство именебесное». Но группа недавно объявила и о приостановке деятельности, и о срочном поиске вокалиста. Ну, а теперь к главному. На данный момент Crystal Lake ищет себе вокалиста, которым может стать в принципе кто угодно, даже вы. Если вы живете в Японии, владеете экстремальным вокалом, а каким, сейчас мы вам об этом расскажем. Итак, как же Рё поёт? А всё просто, он на самом деле... Ладно, шучу, ничего про вокалы Рё мы вам не расскажем, но вы можете записаться на занятия и спросить лично у наших преподавателей, в чём особенности вокала Crystal Lake, по какому принципу они отбирали себе вокалистов. А на этом у нас всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в сообщениях этим видео с друзьями, с своей семьёй, с кошками, с собаками, с бомжами даже можно, почему нет. И не забывайте про DonatePay, и не забывайте записываться на занятия. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok